Здравствуйте! В эфире программа «Своя правда». Этот выпуск программы на самом деле напрашивался давно. В нем я расскажу вам о человеке, у которого определенно нет ни стыда, ни совести. Он совершает мошеннические действия, работая на грани закона, используя слабости людей, чаще связанные с их социальной беззащитностью. Герой этой программы — Роман Базилевский по прозвищу данного в нашей редакции — Базилио. Почему? Скоро все сами поймете. Наше неприятное заочное знакомство с этим персонажем началось еще в прошлом году. Тогда в редакцию обратилась жительница Петропавловска, которую Базилевский оставил без денег и без жилья. Разумеется, по странному сечению обстоятельств. Ненарочно. Мы делали ряд материалов по этому поводу, но я все же напомню. Наталья Ашгибисова в прошлом году решила продать свою квартиру и купить дом. Сделки она доверила компании, которые увидела в объявлении. Полезные люди. Они и занялись делами. Квартиру продали. Дело осталось за малым — подписать договор и отдать деньги продавцу за дом. И тут все пошло наперекосяк. За несколько дней до сделки Наталья едет в банк, где в сопровождении риэлторов и по их же настоянию снимает 2,5 миллиона рублей со своего счета. Она стоит к ней рядышком и говорит, что все снимайте сумму. По нигде не будет сделка. Ну, я сказала Кассиу, да, буду все снимать. Мы снимаем деньги. Она лозит прям Кассиу у себя, сбил банки, деньги себе в сумку. Мои деньги, да. Мы выходим, садимся в машину Базилевского. Это Базилевский, это начальник компании, генеральный директор, полезные люди. С вами приехала дирекция компании? Да, да, приехали они все твоем. Это, 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 ее, генеральный директор Лябышникова, Давыдов, Денис и вот этот Базилевский роман. Вот, мы садимся в машину, деньги у ее. Вот, Базилевский спрашивает ее. Вы все деньги сняли? Она отвечает, да. Все деньги сняли. Мы приезжаем в компанию, заходим в кабинет, там стоит непечатная машинка. Непечатная машинка, это деньги. Они берут, деньги пересчитывают. И кому сколько описывают? Там 100 тысяч компаний, 25 юристов. 80 тысяч, как мне занимали, они мне заблали. И 5 тысяч я сдала как возглавление. Оставшиеся 50 тысяч я забыла. 50 тысяч забыла. Потом говорит, спасибо большое, ничего не дали на списке, ничего. И я, ждите звонка в понедельник. То есть должна быть, ну я как-то без задней мысли довела, что деньги будут в сокровенности, в сейфе будут лежать, все такое, будут в сейфе лежать. Но компания, которая взяла деньги на ответственное хранение, по факту ответственность нести не планировала. И когда деньги из сейфа пропали, полезные люди заняли позицию невинной жертвы. Мол, давайте вместе ждать, когда полиция найдет вора. Но только Базилевский и компания это делали бы в теплых квартирах, а Наталья на улице. Потому что у нее на тот момент не было ни денег, ни квартиры. Считаю, это все сделано специально. Вот. Чтобы меня просто одулачить, были намерены, как бы сказать это правильно. Чтобы заблать деньги, чтобы у классика у меня. А себе создали бы все, как будто у них уклали из сейфа. Стоит отметить, что после выхода первого сюжета Базилевский связался с дочерью Натальи и предложил оплачивать кредит, который дочь взяла, чтобы таки купить дом матери. Мы в редакции чуяли подвох. Но оставили эту историю в покое, раз уже договорились люди, чего нам-то лезть. Показательные выступления Романа Базилевского с его аттракционом невиданной щедрости, которые не показали в СМИ, ему было не нужно. Он хотел этими деньгами очистить свое имя, а тут такая несправедливость, мама дорогая. Не повелись журналисты. Не буду перечислять всякие едкие комментарии, которые писал наш Базилию. Огония была у человека простительна. Но дальше оказалось, что шестое чувство нас не подвело. Базилевский почти сразу перестал платить кредит. Наталья в слезах опять прибежала к нам. Плачущую Наталью, если хотите, можете посмотреть выпуски событий недели от 7 мая. Нам же бесконечно интересен Базилевский и его позиция. Вот что он рассказал дочери Натальи в свое оправдание. То, что сейчас происходит у меня на рынке, у меня тут такие катастрофические перемены происходят. И я к тому, что я намерен дальше помогать, но тоже по мере возможности. Вот дай бог, чтобы на следующий месяц что-то там у нас не произошло, явные турбулентности, которые бы меня остановили вообще в работе или еще что-то. И хотя бы мне, чтобы зарабатывать что-то, чтобы была возможность вам помогать. Тут бы, конечно, пожалеть Базилевского. Обстоятельства подвели человека. Второй раз, как минимум. Но как-то эта позиция жертвы обстоятельств не вяжется вот с этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok На видео Lexus NX200 2016 года прыгает от радости жена Базилевского. К ее персоне мы еще вернемся. А вот стоит сейчас этот автомобиль, что презентует Роман, около трех миллионов рублей. Ну, нихила такой подарочек делает он своей супруге в то время, как дела его идут. Ну, крайне плохо. По крайней мере, Базилевский в этом уверяет. Отмечу, что и аудио, и видео сделаны с разницей в несколько дней. Чудеса, да и только. Может, наш Базилевский нашел себе очередного Буратино? И тут самое время спросить, почему же очередного, Катерина? Потому что наступило время ошеломительных историй. Начнем с того, что Базилевский по максимуму вкладывает силы в самопрезентацию. В страничке «Семейный 4» запрещены ныне сети. Ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Так и не скажешь, что глава семейства 40 тысяч наскрести не может, чтобы помочь женщине, которая попала в крайне тяжелую жизненную ситуацию из-за действий сотрудников его компании. Я на двух лоботах лоботах ухожу, квалтилы убилаю. Я же береговым, это зам, отдаюсь пенсии за плату. Мне на что жить, за свет, за воду платить, за частный дом. Я говорю, я уже не надо, что там, в частном доме я там живу. Потому что это не дело. Да, я живу в доме, но на нас идите, мы же будем жить. Но вы не переживайте, слезы несчастной женщины нашего героя не трогают. Он вообще никого не жалеет, ни женщин, ни стариков. Кстати, о стариках. Знакомьтесь, это Борис Васильевич. Он родился в 1943 году. Лично с ним у нас поговорить не получилось, потому что в момент подготовки материала он улетел в отпуск. Но нам это не помешает рассказать его историю. К большому сожалению, возраст оставил отпечаток на памяти Бориса Васильевича. Но это не помешало Роману Базилевскому крепко-накрепко с ним подружиться. Дом, в котором живет этот престарелый мужчина, находится неподалеку от кондитерской. Мы говорим о районе Северо-Востока. В эту кондитерскую он периодически приходит, покупает пирожные, беседует с девочками, с персоналом. При очередном походе в этот кафетерий, в эту кондитерскую, к нему подошел мужчина, представился Романом, поинтересовался, есть ли у него какие-то проблемы в области недвижимости, может помочь оформить. У него на тот момент было две квартиры и гараж на территории города Петропавловска-Камчатского. После этого у них завязалась дружба, Роман угощал его пирожными, говорил о том, что могут обращаться к нему по любому вопросу. Приглашал в гости к себе, ну таким образом у них завязалась дружба. Я бы сказала, что у Романа появился шкурный интерес. Пожилой мужчина, да еще и с недвижимостью, чем не лакомый кусочек. Чтобы вы понимали, я покажу вам небольшое видео с Борисом Васильевичем. И вы поймете, что вряд ли Базилевский с ним о поэзии за чаем с пирожными говорил. Я не двухречный человек. Я понял. Нет, я к тому, что вы вспомните о договоренностях, которые между вами были. И уже я буду выглядеть здесь, положение не очень. Договоренностей не было, да? Даже я и вспомню, но не скажу, что была такая договоренность. Позвольте акцентировать ваше внимание на словах Бориса Васильевича. Даже и вспомню. Он сам, да и его близкий, понимает, что у пожилого мужчины есть проблемы с памятью. Когда вы встретились с дедушкой, сложилось ли впечатление адекватного, отдающего отчет своим действиям человека или же нет? Нет, впечатление о дедушке сложилось неоднозначное. Значит, помнил частями и отрывками. Мог что-то переиначить, как было на самом деле. То есть, допустим, мы вот сейчас с вами разговариваем, и это будет то же самое. Через минуту я скажу, а кто вы? Что вы тут делаете? С кем вы пришли? Не хочется его обижать, но человек престарелый 79 лет. Поэтому проблемы с памятью и с когнитивными функциями. В общем, не заметить эти особенности восприятия реальности невозможно. Думаю, этим и воспользовался Базилевский. Терся в доверие к добродушному старику. Стал наведываться в гости, иногда без предупреждения. У Романа откуда-то появился ключ от его квартиры. То есть, Роман был вхож, у него был свой ключ. Природу происхождения этого ключа он пояснить не смог, но в силу возрастных особенностей. Говорит, лежу, сплю, отдыхаю, открываются двери, заходят мужчины. Роман и еще какой-то мужчина осматривают квартиру. Ну, Роман, ты что тут делаешь? Я пришел вас проведать. Ну, пришел проведать. Хорошо, спасибо. В общем, дружили они как положено. Не буду долго тянуть. В один прекрасный день родственники Бориса Васильевича обнаружили, что из дома пропали документы на квартиру. Во время выяснения обстоятельств пропажи документов, дедушка рассказал о друге управдоме. Именно так представился ему Роман. Тут уж родственники серьезно забеспокоились и обратились за консультацией к юристу. Перебрали все папки, все полки. Ну, нет документов. О праве собственности вообще ничего нет. Значит, стало подозрительно, рассказав тем более эту историю. Обратились в правоохранительные органы, написали заявление. Параллельно обратились в МФЦ с непосредственно Борисом Васильевичем. Узнать, что там с квартирой. Узнать, что с квартирой. После похода родственника в МФЦ, значит, получив документы, где сторонами в договоре купли-продажи были, фамилии можно называть? Борис Васильевич и Базилевский роман, отчество, не помню его. По условиям которого, б***ь, продает Базилевскому квартиру. Только после этого стало известно, о каком романе, о какой риэлторской организации идет речь. Оказалось, что Борис Васильевич, сам того не помня, продал свою квартиру Роману Базилевскому. А хотите узнать, в какую сумму профессиональный риэлтор, работающий под федеральной франшизой, оценил квартиру? Гадать не будем. Сразу скажу, цена смешная. Ром, у вас была договоренность о продаже? О сделке была, но о продаже, я не знаю, о какой сделке он взял в беседу. А вообще, о какой квартире речь шла? Об этой или о вышестоящей? Шла об этой квартире. Это квартира номер два? Да. Речь шла о квартире номер два. За квартиру номер два он нам перевел деньги? Для чего? За миллион. За что? Для чего? Ну, как бы стоимость. Вы с ним договорились на эту сумму? Или то он сам передал вам? Не совсем, вообще ни о чем не говорили. Хотя нет, неправду сказала. Квартира была продана не Роману, а его супруге, а по совместительству и подельнице Базилевской Ирине. Заслуживает ли она в данной истории прозвище Лисы Алисы? Решать вам. Так вот, именно Иришка поставила подпись на договоре, согласно которого покупала у плохо соображающего дедушки квартиру на Северо-Востоке за два миллиона рублей. Но тут и с риэлтором жить не надо, чтобы понимать, что в феврале 2022 года квартира столько стоить не могла. Но супруга Базилия и брови не повела. Не перечить же добытчику. В феврале 2022 года был практически пик ценообразования, поэтому ценники были около 5 миллионов за однокомнатную квартиру в этом районе, в этом доме. Получается, с неплохой такой скидкой в 50% купили квартиру. Правда? Такую дачу нужно аплодировать стоя. А что, если я скажу, что за эти деньги ушлая семейка увела у доверчивого старика сразу две квартиры? Общая стоимость двух договоров – 2 миллиона. То есть ситуация в чем заключается? По одному договору 2 миллиона, они спустя какое-то время перевели на банковский счет. По второму договору сделку зарегистрировали, прописали, что денежные средства получены, но ни рубля не отдали, не перевели, не положили никуда. Классно, правда? Считайте миллион за однушку. Эдакий везучий пёси сын. Встретившись с Романом, объяснив ситуацию, обложив его со всех сторон неопровержимыми доказательствами, что он занимается мошенничеством, ничем иным я назвать и характеризовать это не могу, он взял время подумать и спустя два часа он согласился возвратить всё обратно собственнику. А знаете, что напугало в большей степени романа? Публичная огласка. Он очень не хотел, чтобы в этой истории стало известно в широких кругах. Да, это мне сейчас риелторы тоже доносят информацию, что там уже сплетни пошли до риелторов, мусолят. Именно в очередной раз какой-то плохой и страшный. Я тебя прошу ещё раз, чтобы сплетни не распускались, их прекратить, заняна или кто там она какая, им сообщить о том, чтобы у нас вопрос закрыт и дальше эта тема не мусолилась. Роман, вы серьёзно не могли вспомнить мою фамилию? Ну что ж, думаю, теперь вы её не забудете. В общем, пойманные по сути за руку Роман и Еришко вернули всё имущество назад. А хотите знать, насколько оказался мелочим Базилио? Наши условия он готов был выполнить, но при этом мы должны были выполнить его условия. Его условия заключались в следующем. То есть мы оплачиваем государственную пошлю за перерегистрацию квартир с Базилевских на Бориса Васильевича. И помимо этого, в период их дружбы Роман заказывал клининговую организацию, которая наводила уборку, протирку полов, стен, потолков в квартире Бориса Васильевича, в двух квартирах Бориса Васильевича. И за это он попросил порядка 20 тысяч. Вот тебе и дружба. Да с такими друзьями и врагов не надо. В общем, квартиры чета Базилевских вернула обратно их законному хозяину. Но мы-то с вами помним, что родственники обратились в полицию по поводу пропажи документов и переоформления квартир. Так что же с заявлением? Правоохранительные органы сделали следующее. Они списали материал по подведомственности на участкового. Участковый опросил родственников и самого потерпевшего. И, насколько я знаю, КУСП прекратили в связи с тем, что... Ну, как если говорить примитивно, стороны сами определили сумму договора. И сумма в договоре занижена в связи с тем, что бы меньше заплатить налога. Но при этом налоги бы не коснулись... Абсолютно более 10 лет в собственности гражданина эта квартира. То есть никаких налоговых там махинаций, да, речи идти не может. Вам тоже кажется такой подход участкового к этому вопросу формальным? Вот и я считаю, что в данной ситуации надо было разбираться намного щепетильнее. Может быть, с помощью прокуратуры удастся это сделать? Неужели только я и юрист усматриваем в этой истории шлейф мошенничества? Сомневаюсь. Вот и в Капре беспокойны. В свете последних событий руководством Капре уже принято решение об написании письма владельцу франшизы, полезные люди. Чтобы уведомить их о том, что происходит о текущих событиях на полуострове с этой компанией. Это уже не первое письмо, когда Капре отправляют уже в федеральное агентство. Потому что город у нас маленький, а опорочить профессию риэлтора очень легко. Поэтому, конечно, мы боремся за рынок и за его чистоту. Но где одна франшиза, там и вторая. Базилевский просто так не отойдет от дел, поэтому запоминайте героя в лицо. Базилевский вел себя очень уверенно, он шутил. И когда мы в МФЦ были, он сказал, что Борис, мы вас не оставим. Мы будем вам помогать, обращайтесь за помощью. И действительно, до сих пор они ему звонят, предлагают помощь различную. Хотя мы просили не общаться больше с ним. Страшная для вас ситуация сейчас сложилась, когда вроде бы квартиры вы вернули, а спокойствия нет? Да, потому что они не оставляют его в покое. Наверное, надеются еще на что-то. И он о них очень хорошего мнения. Как бы он уже забыл, что было. Говорит, что хорошие люди, приятные, помогают им. И он забыл, да, что его обманули? Да. В общем, Базилевский все не теряет надежды тем или иным образом прибрать к рукам недвижимость Бориса Васильевича. Как пикбуль, который не хочет отпускать свою жертву. Хотя что это я? Он же из лучших побуждений все это делает. Он такой заботливый, такой альтруист. Вот не может пройти мимо тех, кто нуждается в помощи. Точно. А чего ж тогда в отношении вас, Романа Александровича, такого отзывчивого человека, было возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов? Или несовершеннолетняя дочь по каким-то критериям не попадает в круг добра? В общем, человек, начинавший с воровства парфюмов в сетевых магазинах, и такое числится в биографии Романа Базилевского, дошел до более крупных махинаций с недвижимостью. И позвольте по скрипту. Если вы вдруг подумали, что ваши-то отцы и дедушки в безопасности, то на вас третий ушки. По подтвержденным данным, Роман посещает общественную баню в городе Елизово. Может и там начать дружить с местными завсегдатаями. А может уже с кем-то пирожными балуются. В общем, берегите своих близких. А с вами была Катерина Зенина, и до встречи в эфире. И помните, если у вас есть истории, о которых мы должны рассказать, напишите нам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok